Олег Владимирович, вы первые затронули тему, где кончается лекарство, начинается яд. Да, очень серьезный вопрос, на самом деле. Я не специалист, но я владею, так сказать, хотя бы философски, как философски вопрос. Змеи на ядом убивают людей, и змеи на ядом людей лечат. Рентген тоже самое. Да, рентген тоже самое. Но там сложнее. Там сто человек вылечили, а одного раком заразили. Ну, то есть, обеспечили. Так, нет? Ну, так, теперь, как-то так. Давайте теперь ближе к делу. Значит, я только начну. А, нет, вы первый вопрос задали. Вы сказали, у меня есть полно манчжурских. У нас заросли манчжурского арета. Заросли. И, наверняка, сейчас у вас там сотни тысяч лежат косточек. Так, нет? Да, косточки очень лежат. Лежат. Они должны не лежать. Вот. Итак, значит, вопрос. Я читаю, читал о нем много, потому что я вынужден продавать. Мои родственники вынуждены продавать. Ну, жить-то надо. И, ну, чтобы это было с пользой. Это манчжурский орех, как саженцы однолетние. Вот. А я продаю косточки манчжурского ореха. Вот. Прежде чем покупать, люди спрашивают, а зачем оно мне надо? Интернет дает разные оценки. Вот. Повторите свои слова, что вы спросили про манчжурский орех. Ну, вопрос был в чем, что у нас очень много ореха, да, и когда мы... У меня якобы, он вреден. Мы, мы, там, гуляем, мы дышим этим воздухом, там, что-то пробуем. И вопрос в том, что это полезная доза, но через некоторое время может наступить перенасыщение и не превратиться ли польза в яд. Вы уже про фитонциды или все-таки, то есть, про атмосферу? Ну, про нахождение, там, допустим, ну, скажем так, если я нахожусь где-то под кроной, да, сколько времени полезно находиться? Так я с этим вопросом к науке обращался. А кроме того, что от Урива ничего не слышал. Поэтому оставляю вопрос открытый. Я пропагандирую, естественно. И вот, я говорю, можно сделать попытки, можно сделать ореховую рощу, мажорского ореха, он дикий, но если у него, я вот, вы говорили, фильм сняли, я не договорил эту мысль. Если у него листья целебные, если у него скорлупа, которая зеленая сверху, целебная, если у него мякоть полезнее грецкого ореха в 10 раз, официальные данные, да, то почему нахождение в атмосфере петонцидов, в атмосфере где-то лежанка, диван, ну, прямо на чистом воздухе, и человек лежит и считает, что лечится. Почему он должен был бы, то есть, лечиться-лечиться, а потом еще и заболеть? Объясняю. Я умнейшего человека прочитал такую мысль. Вы ешьте, ешьте мякоть мажорского ореха. Да, она довольно, довольно плохо выковыривается. Ну, я уже рассказывал. До статьи очень сложно. Я уже рассказывал. Пень, торец стоит, в центре небольшая выемка, на треть ореха, орех вставляется точком, бах, прекрасно разбивается. И еще мой секрет, я попробовал в начале замочить на несколько дней, еще лучше разбивается. Замочите себе. То есть, наедался я вот так. Но там было ограничение пользы от него лекарственных, по сравнению с грецким. Грецкий это тухта, это, ну, понимаете, это пусышка. А мажорский целебний в 10 раз. Значит, надо ограничить себя в чем? В поедании. Можно есть, 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 а потом и отравиться. Если приведу чуть-чуть позже, приведу более ценный совет. Но уже с мажорским не орехом, а абрикосом. Так вот, берем так же, нахождение под сенью банджурского ореха огромного или целой России. А представим себе, это сделано официально, зарегистрировано. Это лечебница приехала, и ничего не надо делать, шахматы играть или в карты. Или читать газету, находясь под сенью этого ореха. И действительно, а если надышишься и передышишься, я вам отвечаю, нужны ограничения. Какие первые посетители станут жертвами или, наоборот, самыми здоровыми людьми? Вот так я отвечаю. Пусть неопределенно. Но это, это все надо использовать. Есть какие-то временные показатели? А кто их знает? Кто их знает? Вот, дальше. Вот так вот. Когда мы говорим, где кончается польза, начинается вред. Значит, я выращиваю. И получаю в прошлом году был урожай настолько уникален. Возможно, он был рекордный для всего северного полушария. Вижу, я не знаю. Всей планеты. Не только России. Почему? Лучшие деревья. А я уже прожужжал. Фотографий полно. Абрикосы ковром. Значит, лежат ковром. Ветки ломятся от абрикосов. Официально при телевидении 40 ведер собрали. Еще оставили. С одного. С дерева. Да. Ну, это рекордсмены. А так 20-30 ведер. Ну, подумай, что ли. Вот. Это все было. В 20-м году. В этом году отдыхается. Собрал там 10-15 ведер. Стыдно говорить. А то он же не повторяется такое урожай. Но он был. Теперь куда девать эти косты? Я собрал 150 банок трехлитровых с орехами. Большинство из них манджурские. Опять, заметьте, манджурские. Чем дичей орех, он не дикий, он полукультурный. Тем в нем чего больше? Пользы больше. Для всего пользы. Все дикоросы, они полезнее, чем культурные. Вот. И тут же возникает. Умные люди предупреждают. Лечат даже опухоли. Или останавливают опухоли развитие. Или профилактика никогда у вас не появится. Опухоль. Единственное, что. Тут же синильная кислота. Это не значит. Я пробовал. Мы пробовали. Есть несколько примеров, когда помогало людям. Это все было мной озвучено. Это все честно. Это на людях. Ну, то есть, это не значит, что я это вышел спать. Так. Вот. К сожалению, сильно мало людей участвовало в этом деле. Вот. Я уже и дарил, не только продавал за полцены. И тогда, оказалось, ни один не отравился. Ну, а дальше, что дальше? Значит. Если человек так и не заразился этой же опухоли, заболевания, онкология. Помогло, не полагло, мы не знаем. Есть случаи, останавливаются. Возвращаются к активной жизни. Надолго ли? Тоже мы не знаем. Надо это продолжать. Но это надо иметь особые орехи. Мои проверены. Я сам же их ел. Пусть 5-6 штук. Я боялся больше. Напугали синильной кислотой. Но 5-6 штук нормально. В день? Да, в день. А они маленькие. Они же какие-то маленькие. А в них мякоть. Ну, а я же там вообще маленькая-маленькая, да. Вот. И получается, что ничего страшного нет. Вот. Чувствую себя прекрасно. Было бы у меня, не было. Я из Норильска. Я из гидрометаллургии. Я гидрометаллург заслуженный. Я там орден заработал. И уже должен был в Дону умереть. Все мои друзья в могиле. Там же сплошная какая-то самая. Сульфат и никеля. Серная кислота. Там вся таблица Менделеева. Пятак вложил. Советский пятак. 5 копеек. Утром к вечеру он покрывался толстым слоем соля никеля. Прям из воздуха. Как шапка такая вырастала. Да, да, да. Вы представляете? Вот это было во мне. Я напугался. У меня свои есть способы. Но это уже рассказывал. Не сегодняшний разговор. Но и мажурский орех не лишний. Вот. Может быть, он ни при чем. Ну, не может быть ни при чем. Поза гигантская. Ведь я всегда... Ну, жизнь на природе, она уже... Не бывает так. Если... Так же, как шелковица. И листья полезные, и ягоды полезные. Ягоды-доложители, да. Про... Много хорошего. Про мажурский орех. Про мажурский абрикос. То же самое. Если ягоды вкуснейшие, да. Даже у мажурского абрикоса, они абсолютно съедобные. Нет такого сильного, что много сахара. Но они все равно абсолютно съедобные. Их едят килограммами. Продолжение следует...